Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Илья и Елисей Илья знал, что его земное служение скоро закончится. По Божьему повелению он помазал Елисея пророком вместо себя. Господь решил переселить Илью с земли на небо в вихри, чтобы он не увидел смерти. Однажды, когда Илья и Елисей шли из Галгала, Илья сказал Елисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». «Я пойду с тобой», — ответил Елисей. В Вифиле их встретили ученики пророков, которые сказали Елисею, «Ты знаешь, что Господь сегодня возьмет от тебя твоего наставника?» «Да, я знаю», — ответил им Елисей. Илья снова сказал Елисею, «Бог посылает меня в Иерихон, а ты оставайся здесь». Но Елисей ответил, «Жив Господь, я не оставлю тебя». Когда они пришли в Иерихон, ученики пророков подошли к Елисею и спросили его, «А знаешь ли ты, что Бог сегодня заберет твоего господина?» «Да, я знаю об этом», — ответил Елисей. Затем Илья вновь сказал, «Елисей, оставайся здесь. На этот раз Бог говорит мне идти к Иордану». Елисей же ответил Илье, «Жив Господь, я тебя не оставлю». Так Илья и Елисей вместе продолжали свой путь, «А ученики пророков пошли за ними и остановились неподалеку, чтобы понаблюдать за тем, что будет происходить». «Кого Бог избрал пророком вместо Илии?» «Куда Господь посылал Илью?» О чём спрашивали Елисея ученики пророков? О чём спрашивали Елисея ученики пророком вместо Илии?»